Вставай Вставай Воважная Валентина Александровна, вспомните, пожалуйста, когда Вас призвали в Советскую Армию. Дело в том, что я добровольцем пошла в 16 лет. Города Куйбышев тогда он был. Я кончила курс местом дружиниц. И как только 16 лет исполнилось, сразу я и брат мы добровольно пошли. Я, значит, сам поезд в барьеру шел. В каком году это было? Это было в начале 43-го года. И как попали на фронт? А у нас был поезд санитарный. И в санитарном поезде у нас было московское назначение. И нам давали в Москве назначение. И мы ездили во всех направлениях, куда нас направляли. Это были всевозможные, различные направления. Мы были очень много по Целеграду. В основном у нас было самое страшное, когда мы по Целеграду были. Что особенно запомнилось? Ой, запомнилось. Это, знаете, я про стихами только рассказать не стою, потом расскажу, если хотите послушать. Запомнилось то, что очень страшно было. Молоденько было. Я даже тогда не кушать, не петь не могла. Все мне казалось там. Очень страшно их запомнилось. Во-первых, мы едем с санпоездом. Но это, наверное, не подойдет для передачи у вас. Расскажите. Расскажите. Знаете, во-первых, в то время у нас плохо было с медикаментами. У нас их не хватало. Нам приходилось, мы шили мешочки, сами сапали их этим опилкой на раны прикладывать. И вот за это, а тяжелые же были ранения. Очень тяжело. И без ног были люди, все. И вот, в общем, под гипсом заводились там всякие дяди. В общем, нам приходилось все обрабатывать. Обрабатывалось, больные, что очень сильно страдали, мучились, да. И вот на все наглядишься, ни пить, ни кушать, ничего не мог. И самое главное, к концу пути, когда ехали, у нас, вот мой был 15-й вагон. Это вагон, это криги русские вагоны были, белые. Мой был 15-й. Он был из двух частей. В одной части были тяжело ранены вагоны, а в втором отделении были, ну, которые потеряли, с ума сходили от страха люди многие. Вот это мой был вагон. А у него был тамбур. А тамбур был, вот самый, это наш последний вагон. И вот туда, кто кончались, умирали, вот складывали туда всех. Вот это вот возле. Это у меня было очень страшно, конечно. В 16-е лет это было очень страшно. Вот. Ну и потом нас же все-таки на юрпции были, было много нас, и все. Это очень трудное было время такое. И даже в тылу, когда мы ехали, вот, уж как в Луговку, в тылу, куда, кулан, где туда, по Чите, да, там вот горы были туда, да. Место такое гористые, вот пути сложные были, да. И вот на тормозах шел поезд, да. Так у нас даже местные там вот какие-то были люди такие, которые даже булыжниками там, если им тяжелый бросали, нас даже однажды вагон здесь разбили. Мы так и закрывали раненых, эти стекла сыпали, все. А еще очень страшно было, когда в самый первый раз, когда в самый первый раз принимали этих раненых мы, мы приехали, значит, на маленькое местечко такое, типа соснового такого, как посадок, да. И там, ну, ой, грядух, ой, да, вот все. И у нас было забрать этих раненых, да. И вот здесь было очень страшно, потому что нам приходилось бегом все это собирать, вот. Но для меня это было ужасно, потому что это такая молозенькая еще, первый раз столько крови увидел всего. Это было очень страшно. А потом, посередине, уже привыкли. Тяжело, по трех суток вообще не спали. Вот стоишь, спать хочешь, да, стоишь у окна, поезд идет. Но раньше были паровозы, паровозы, это же не тепловоды были, а паровозы. Вот, и вот этот, и идет паровоз, это, и когда, чтобы не уснуть, раненые там отдыхают, а выключаешь, это синюю лампочку крутишь, да, чтобы не мешало глазам, да, и чтобы не было, ну, с улицей не было такого, видно, яркого освещения. Потому что опасно было тогда с ярким светом. Например, когда мы брали раненых от передовой, то мы вообще-то там выключали все. Вот, и вот туда ездить бывало, и спать-то хочется, и чувствую, сейчас усну. И вот подойдешь к окну, наберусь, такая ламяная мисточка была, да, воды, и вот по ходу поезда в голову выспаешься, и вот водой, как-то, ну, чего же падаешь, засыпаешь, а водой, водой так, по трех суток не спали. Это было очень тяжелое такое вот время. Ну, и было так, что у меня, что я провалилась в колодец, получил медикаменты, а вы еще через поезд несешь, через вагоны, да, а это пришлось нести через улицу. А, патеронные все. И вот получилось так, что, а там же тогда, чтобы паровоз заправлять, все вода должна была быть, и вот на уровне земли засуну на этим, деревянные, типа, носила, да, а сверхнежок припорошил. И вот я встала, корзина с медикаментами, и я встала на это, на это, на это, на это, на силу этот, который закрывал этот колодец, да, и провалилась, а вот 40-градусный мороз. И вот тогда, я не помню, я прямо это, сижу, скачу, не могу, но эту воду, у меня санитары выскочили рядом с 14-го вагона, вот вали, вали, они у меня, значит, встали, там, побежали, мне поднимали лекарство, мне уже подняли меня. И вот тогда я пришла, значит, в санпоезд, меня привели все, и у меня буквально же в этот же день, к вечеру, температура 40, и я без сознания несколько суток лежала. Меня выхаживают прямо в санпоезде свои врачи, хотели снять нас в станции какой-то, а врач пришел, ну, я помню, я была без сознания, помню, что длинный такой, все в белом халате, вот, не халате, а белый идет, девушка, а мне больше ничего не помнило. Это, кажется, приглашали врача, он посмотрел, сказал, если мы его заберем, у нас же сейчас переполнено ранеными, а, говорит, весь вокзал, говорит, раненый лежат, в вокзале, знаете, прямо там, так что не успеют, не успевали отправляться. Говорит, она просто пропадет, мы его не поднимем. И у меня остались, он позже сами выхаживает, оповесили такую наветочку мне, все. Ну, вот, потом поправилась, мне сшили марлевую такую, сватый, стегонный курс, телогречку под гимнастерку, и я опять продолжала там работать. Вот так было. А потом, я когда уже в 40, сейчас скажу вам, сейчас скажу, это было уже 44-й год, конечно, 44-го года, меня направили учиться, чтобы без экзаменов, мне вообще учиться на медика, сказать, что, в общем, ну, потому что там, понимаете, как интересный момент был, мне комментов уже не хватало, ранены очень тяжелые были, да, и вот я же вижу, отдаешь лекарства, они как-то, как дети, относились к медикам, ко всем, вот врачи назначат, одному там лекарство одно, другому другое, естественно, ну, что, две ноги оторваны, одна, у нас все равно боль-то есть, боль, да, ну, вот, и вот, когда мы даешь бром, так лекарств было мало, там бром, ну, чтобы врач выпишет, знаете, чтобы спокойнее спал, а другому нет, и вот то, что, значит, они начинали, как бы, вот, сказать, мы не спали, что все такое-такое, а так как, когда я была сама, без сознания тогда, и потом, когда пришла, все меня поили-то бром, да, я вспомнила его, и вкус его хорошенько сжала, все, чтобы он как кипяченая вода, чуть-чуть подсоленая, такой вкус был, и я вот это вот сделаю, пузырьки из-под брома воды, и вот с этой ложечкой, и вам, и писали, и вам, всем давала, и вот там приходит врач, это начальник у нас в медсчасти приходит, и говорит, ну, как спали, ой, сегодня хорошо спали, сестричка нам дала снотворное, и мы так спали, ну, меня на кайвер вызвали, что такое, почему, говорит, вы знаете, как тяжело сейчас лебо взяли, во-первых, как тяжело с медикаментами, почему это дали, а я говорю, ну, я же помню, когда лежала в кусты, я, говорит, с пузыречкой сделала, и они, говорю, вот подумали, что сам гербом из пары, вот так вот было, что так вот, схазусы всякие были в жизни, вот, там, ну, потом, значит, когда мы... А окончание? Да, а потом, значит, я как приехала, когда мне дали, значит, это направление учиться в институт, я приехала в Кубе, чтобы там у меня мама была одна, папа погиб в это время на фронте, брат мой был на фронте, я приехала, вот, и поступила на военный завод, назывался вот Красный Октябрь, делали-то, войти для гранатов выпускали, все, и я там работала, распредом на заводе, а учиться не могла пойти, потому что у мамы была, она опухалась голодной, уже было не до этого, вот, не до учебы в тот момент, вот. А победе как узнали, и как праздновали? А победе я узнала в Бурянске уже была, это уже в 45-м году, да, еще не все, и вот когда мы заводом работали, пришло, спадили в Бурянск, это родина моя, Бурянск освободили от немцев, вот, и по направлению, по командировке, как-то на Дорком обороны, направление для восстановления родины, всех собрали в Бурянск, их нас и отправили в Бурянск, и когда приехал, там, в общем, направили в обком партии работать, по путем к такому комсомолу, я работала там, вот, и здесь, ну, как получалось, вышла замуж, я вышла замуж, и вот я ждала ребенка, своего первого, ну, еще мало было, месяца три у меня было, когда я ждала, да, я тяжело заболела, тропической малярией, очень тяжело, и вот на то время, помню, муж пришел, говорит, сегодня, в день победы объявили нам, да, вот, он говорит, ну, чаще собираем, муж военный у меня был, чаще собирались, значит, чаще, а я же не могла, мне же такой, слабенькая была, очень, уже поздравливала, слабенькая была, ну, мне тогда, машин так не было, мне тройку, лошади, на лошадях, приехали на площадь, где проходила, вот, очень сильно, конечно, праздную, вы что там, ой, празднули сильно, очень так все будет, даже слова нет, вот, а потом, конечно, мне опять плохо стало, мне раньше пришлось уехать, и постели, опять врача, и вот так вот, и пошло дальше все, вот, вот, три секунды, три секунды. Борис veration did a learning, а где трудились после войны? после войны, я работала, я скажу вам, в Академии фрунд, я работала, вот, муж военный был, нас приходилось переезжать все время, да, вот, потом я работала, ну, сейчас скажу вам, здесь в Ульяновской, в Акумипарте работала, в Ульяновске, в Райковой парте работала, вот, Это, Гратья, тогда, в Райковой парте, здесь, вот, в Акумипарте, пр Dafürrom, еще с качелом, когда был. Потом, 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 потом. А потом я инвалидом второй группой стала по заболеванию. В 49 лет я инвалидности. Мы знаем, что вы пишете стихи. Да, я стихи пишу. Я сочиняюсь, что сами по себе пишу. Я только записать остаюсь. Дело в том, что когда надо читать, я начальник делюсь. Прочитаете что-нибудь о войне? Так, а ну сейчас я вам прощу маленькое, стихотворение маленькое. Сестричка, сестричка, нет, сестричка родная, прошу, помоги. Бинты, уколы пока отложи. Закрустку махорки мне прикури. Израненные руки, тяжко в груди. Сестричка родная, молю, помоги. Я прикурила, я прикурила одно за другой. Нет, что-то не то, молю, ты уже. И я прикурила. И на одну за другой, и дни покачили с моей чрезвы. Нет, я забыла, я извиняюсь. Мне надо... Я записываю, может быть, мои стихи пишу. Спасибо. День Победы 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 День Победы